так ребят поставил крышку кое-как для более плотного прилегания клапанной крышки я вот отдел на вот эти вот болты вот такие вот маленькие резиночки они прям по диаметру вот видим девается плотненько они очень мягкие они продавятся и они создадут дополнительное уплотнение и ребята ставим все это дело вот сюда и закручиваем еще все ребятки поставил я лопаную крышку затянул затянулась она очень хорошо прокладочка вот это маленечко выдавилась ништяк поставил дроссель на заслоночку ребят кстати мой способ который я вот отрезал вот эти вот ну вот эти там резиновые выступы и теперь я затягиваю вот прям вообще вот так вот легко их даже видно здесь вот прямо раз буквально три минуты уходит чтобы протянуть и все три минутки уходит это намного легче чем были ключиком по миллиметру час откручивать час и три минуты ребят есть разница час откручивают час закручивать но не час на минут 30 минимум точно уйдет 30 минимум точно уйдет и 30 поставить до это час времени а так три минуты открутил и три закрутим вообще прям вообще прям отлично идеально решение кто в париться вот срезайте вот эти вот на манифолдах резиновые вот эти вот выступы и хомутики переворачивайте и ставьте вот этот хомут будет идти у вас вот здесь вот сейчас включу подсветку смотрите ребят вот этот хомутик вправо я вот объясняю стараюсь подробно объяснить он у вас должен идти вот так вот как у меня отвертчик и вы подвозите спокойненько затягиваете следующий следующий вот он его отсюда наверно уже будет видно так 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 следующий ребят смотрите тоже вот его так взяли вот и затягиваете вот в таком положении очень легко вот его там даже видно точно короче вот ребята отвертку видно просто что-то не фокусируется на это место вот и спокойненько закручиваете его потом дальше следующий следующий у нас идет серединке здесь вот между вот этими вот он ну короче ребята вот следующий в серединке вот расположение отвертки вот такой вот следующий в серединке но не переживайте он у вас не заденет не за тросик не заденет не за вот это вот сам механизм не заденет сейчас уже тросики я ставил я просто снял просто тупанул потому что время уже четыре часа ночи или утра просто тупанул просто надо еще закрутить свечи свечи закрутить забыл и плюс еще поставить надо вот сюда вот заборник отсюда он залезет уж сто процентов и вот этот вот ребятки хомотик вот этот вот тоже ребята у вас идет вот отсюда вот я думаю так видно все будет да где он там идет вот он же есть уже в середине идет я вступлю пацаны я вступлю а вот крайне идет вот здесь вот крайне ребят обязательно вот крайний делайте его вот так вот чтобы расстояние было до датчика положение дроссинок заслончик вот такой вот где-то миллиметров 5 болтика и соответственно у вас протянет протянется этот хомут вот таким образом сейчас попаду и уже не вижу блин вот ребята отвертки вот так вот и все если хотите если у вас сорваны и подотвертку также можно протянуть и ключиком ребят ключиком тоже без проблем все это протягивается затягивается покажу где ключ на 8 вот ребятки можно их протягивать теперь можно ключиком вот ключик лезет без проблем здесь например здесь ключик лезет вот ребят без проблем можно и ключиком можно и отверткой и все а я парился блин 30 минут откручивал ребят вот лучше посмотрите мои видео и я вам объясню покажу что как доработать как чтобы было попроще на нам ремонтировать пацанам говорится особенно я стараюсь для тех кто у кого нет опыта вообще то вот первый раз занимается вот мотоциклами да и пытается что-то сделать сам лично вот ребят короче как-то так у нас клапанной крышечкой за парочка прыжка произошла у меня еще так конкретно я таки не понял как вообще суть в чем суть как ее вообще правильно ставить что-то мне подсказывает то что ее нужно устанавливать это снимая радиатор сливая антифриз или же просто опуская радиатор на какое-то расстояние но скорее всего снимая радиатор с этой клапанной крышкой или же ребят у меня такой вариант еще есть то что на клапанной крышке надо вот отдирать от нее прокладку но просто там прокладка ребят я когда я снял она там на заводском вот это вот не то что герметики такой как бы заводской вот знаете вот как лак да вот такой по дереву такую заводской она вот на нем сидела на воно вот этом я отодрала посадил на герметоз на хороший я имею ввиду к самой крышки прокладку самой крышки саму прокладочку уже головки блока цилиндров на мазах герметика только вот стыки вот эти вот где вот эти вот как они полумесяца идут только там вот сделал и все в общем как-то ребят так вот ну подозреваю то что есть какие-то свои тонкости но я реально подзапарился если не снимаю вот дросселей крышку засунуть просто вообще нереально вообще нереально засунуть крышку не снимая дросселей просто вообще жесть ну и скорее всего он снизить надо будет снимать вам прокладочку с этой крышки отдирать и потом уже как бы в принципе все ништяк она под выдавилась ребят нормально выдавилась я резиночки подложил под болты болты уж полировать не стал вот эти что-то запарился сегодня конкретненько так пацаны пойду наверное посплю что ли скоро буду запускать движок и там посмотрим ребят мне еще остается закрутить свечи потом поставить воздухозаборник вот этот вот воздухозаборник поставить но я его по-любому туда засуну я его по-любому отсюда буду засовывать прям вот прям стопудово если что у меня вся эта система отключенная да вот это беспонтовая там да по открыванию вот этого заслоночки и так далее если что я вот это вот вырежу аккуратненько так болгарочка вырежу или выпаю паяльником вот эти вот что будет операция не знаю посмотрим и заклею шумоизоляции такой толстые стпшкой алюминиевый там так там такой алюминий толстый прям очень хороший и нормально она не честно не отклеится с ней ничего не будет с ней все будет все будет огонь ребят и все будет всем ништяк будет пока его будет все огонь будет все чики money чики-бомбони все будет very good пацаны опарился конечно ребятки что я смотрю блин что всем на ребят меня уже подглючивает натуре оказывается попадает свет от фонарика думаю прикиньте ручки стали белые прикиньте ребят смотри такой жесть все пойду спать народ всем пока вот ребятки такие вот короче мотовые будни да у меня еще просто сегодня запарился вообще жесть пойду ребята отдыхать посплю завтра буду продолжать работу и буду короче заниматься сцеплением ставить втулочку не она у меня . вот это вот ребят буду ставить ее эту втулочку и буду ребят ставить цепь масляного насоса я вам уже показал насколько люфтит старая насколько у нее болтается насколько не провис просто пересматривайте видео и все ребят как бы там все поймете пересматривайте мои видео и там ребят поймете как вообще до как после не все все будет нормально все ребята всем спасибо за просмотр вот этого долгого такого мутного такого дня до действительно день нелегкий сборка мотоцикла вот это вот установку вот эти вот запчастей установку клапанной крышки особенно вообще прям нелегкая это просто ребята какой-то адовый трэш прям реального клапанная крышка это я для себя что-то новое узнал то что реально так все-таки возможно да клапанную крышку но реально ну просто жесть но на будущее буду знать что вообще как я понял уже что я уже переделал да вот хомутики переделал теперь я дросселя он смогу снять за три минуты крышку в принципе я смогу вытащить наверно в следующий раз есть что-то когда будет я уже буду ставить без прокладки в начале прокладку одену на гбц а потом уже буду крышку одевать скорее всего так он так она в принципе устроена и только сейчас я понял учеба до торопишься блин запчасти пришли хочется бы быстрее собрать до катанулся уже были охота и вот блин начинаешь просто по неволе тупить пацаны ладно ребят всем удачи всем пока всем спокойной ночи так ребята новый день сборочка продолжается в общем загрузил свечи помыл катушки зажигания в общем все сделал отдел короче шланчик на сапун но уже на нормальном хомуте вот на вот таком вот не вот такой вот шляпа до этого кому так то он хороший да но вот он короче шляпный он пропускает он там болтается это все херня ребята и это все меняю сейчас еще сейчас я буду загонять туда вот этот вот воздухозаборник сейчас я посмотрю его поставлю но я думаю с ним то наверно у меня морок не будет думаю зайдет без проблем так вот короче срезал все вот эти вот выступы под пневмоклапан под вакуумный клапан я имею виду потом здесь еще выступ был и вот здесь такой выступ был ну кто видел как бы у себя на мотоцикле тот знает как это все выглядит сейчас сейчас я заклею вот это вот все стпшкой такой жесткой на алюминиевой основе и будут устанавливать на мотоцикл а вот за его за место вот это вот перегородочки я думаю сделать такую шторку из резины как бы она вот так вот висеть будет такая шторочка из резины и все вот ребят села все идеальненько перед установкой разогрел маленько пластмасску феном и она залезла вообще без проблем и все сейчас закреплю на штатные крепления и все будет ништяк так что ребята вот так забыл поставить еще одну часть воздухозаборника это вот эту часть здесь срезал сейчас уши здесь были вот такие вот уши сантиметр 3 они как бы значение вообще не играю сейчас покажу такие вот просто были и все просто вот так вот просто было вот так и все пацаны то что это никакой роли не играет сейчас я это вот все вставлю здесь вот закручиваю и все и вставляю обратно так ну и все ребят вторая часть прикрученного воздухозаборника у кого отломанное вот это вот ухо верхние застежки можете просверлить вот здесь вот отверстие маленьким сверлом и закрутить сюда вот такой вот саморез и при в принципе крепление получается даже более чем надежное даже получше чем вот это вот заводское просто на защелочки а здесь у вас уже прижатые все конкретно все хорошо что ребят вот так здесь уже более такие новые саморезы стоят увеличенной шляпкой все будет держаться просто отлично все ребят сейчас буду ставить уже верхняя часть короба воздушного и вот за место вот этих болтиков да видимо не уже такие грани сорваны под отвертку их вот здесь вот они установлены вот здесь вот видим крепят вот это вот скобу по тросике я закрутил вот такие вот черные каленые шестигранники 2 их закручивать очень удобно вот эти булочки вообще не обрывается и как бы крепление может быть такое ненадежное вот шестигранниками шестигранниками все окей так ребятки поставил фильтра заодно написал дату установки и от фильтра когда не просвечивает еще четко новенькие вообще нулевики короче ставить не стал у меня перед этим стали нулевики но блин нулевики ребят знаете они вот как бы я за ресурс движка вот короче ставить элементарно просто вот так вот опускаем и все фильтра поставлены и накрываем крышечкой все ребятки будет ништяк ну еще продолжая сборочку прокладочку кое-где подправить надо по моему так ладно ребята мы все еще ребятки собрано теперь закрываем бак бак закрывается вот таким движением у меня дренаж с бака вывести все села все ребятки все остается мне теперь резиночка поставлена все внешне так остается мне теперь ребята поменять втулку на корзине и в принципе все можно запускать движок так вот ребята предоставляя вашему вниманию новую цепь масляного насоса и старую цепь смотрим но это что справа сейчас видим слева насколько вытянутая на цепь сколько она висит очень ребятки все поменял давайте посмотрим ребятки зазорчик вернее не зазорчик а провис в общем ребятки сейчас установлена новая цепь давайте посмотрим провис цепи пробую тянуть налево это вот максимум ребят что я могу даже не дотягивается более чем досудово новой цепи вообще все по минимал очки она даже не болтается вообще если вот пальцем подшатать и вот такая под натянутой знаете что никакого успокоителя ничего здесь не нужно она такая под натянутой ребят и и поставил втулочку виза и не зазора вот люфт у меня вот сейчас вот чуть-чуть есть он уже меньше в общем вот такие вот ребятки пироги все сейчас ставлю крышку и все и заливаем маслица и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok